Франк Тилье Страх Читает артист Сергей Горбунов Всем тем, кто спасает жизни Ангар Чувство страха, мучительный страх, тоска, сжимающая боль в груди, стеснение в груди, сопровождающаяся затрудненным дыханием Латинско-русский словарь медицинской терминологии Глава первая Пятница, 10 августа 2012 года В результате дорожно-транспортного происшествия за рулем собственного автомобиля погибла молодая женщина 23 лет. Тело пострадавшей найдено через несколько часов после драмы примерно в километре от ее дома, на выезде из Киеврена. Сидя в своем кабинете жандармерии, Камиль Тибо подчеркнула фразу «Погибла молодая женщина» и не стала читать дальше. Отложила бельгийскую газету «Провинция» от 28 июля 2011 года и перешла к следующему конверту с номером швейцарского ежедневного издания «24 часа», помеченного той же датой. Заглянув в рубрику «Происшествия», она с первого же взгляда нашла то, что ее интересовало. В тот день, 28 июля, в Швейцарии произошло два дорожных происшествия в 30 километрах одно от другого. Первое оказалось несмертельным, лобового столкновения удалось избежать, и автомобилист отделался сотрясением мозга. Так что Камиль сразу же пропустила эту заметку и перешла к следующей. Выжившие ее не интересовали. На фото, запечатлевшую второе ДТП, был виден крупноцилиндровый мотоцикл, лежащий возле металлической предохранительной ограды. Подпись под снимком гласила «Ужасная драма на дороге в Мейкерх». Молодая женщина с наслаждением сделала глоток зеленого чая без сахара и, наконец, сосредоточилась на тексте. Авария произошла около полуночи на скоростной трассе. Под влиянием алкоголя автомобилист не заметил мотоциклиста, гнавшего со скоростью больше 150 километров в час, и его занесло вправо. Скорость, алкоголь, обстоятельства неизбежно привели к катастрофе. Мотоциклисты нашли в 33 метрах от его изуродованного Кавасаки-ниндзя-1000. Камиль выделила желтым флуоресцентным маркером, скончался от многочисленных травм и кровоизлияний. Изъять органы не было возможности. Она прервала чтение и сунула газету к остальным. Шесть новых газет, присланных из разных концов Швейцарии, и Бельгии. И все мимо. Морщась, как и всякий раз, когда ей приходила почта такого рода, Камиль открыла список в своем компьютере. Больше 150 строк с датами, близкими к тому времени, когда ей сделали пересадку сердца. 26, 27 или 28 июля 2011 года. И с названиями газет, откуда были почерпнуты сведения. Просмотрев рубрику «Происшествия» во всех ежедневных и еженедельных периодических изданиях Франции, она расширила зону своих поисков, включив в нее соседние страны. В ее списке только девять строчек были выделены красным. Девять надежд, которые после проверки обернулись девятью неудачами. Снова разочаровавшись, Камиль закрыла файл. Долго смотрела на пар, поднимавшийся от чая в стаканчике. Вопросы возвращались день за днем, и каждый раз их становилось все больше. «Кто же ты на самом деле?» Думала она. «Где прячешься?» Она с трудом отвлеклась от этих мыслей и снова очутилась в своем маленьком кабинете в отделе криминальных расследований жандармерии в Вильнёв-Даске. Настоящий город в городе. 11 гектаров с жилыми и служебными помещениями, складами и ангарами материально-технического обеспечения, где трудились больше 1300 жандармских офицеров и унтер-офицеров, способных к действию в пяти департаментах к северу от Парижа, как строевых, так и не строевых, занимавшихся лишь административной и технической работой. Тут изрядно попахивала тестостероном, но Камиль была на своем месте среди всех этих мужчин. Сама по-мужски высокая и сильная, она, быть может, казалась всего лишь излишне плечистой при такой робкой груди. Хотя эта гордая стать только компенсировала тайные разрушения, происходившие в ее организме. Однако фигура выглядела красивой, мощной и нравилась мужскому полу. В самом разгаре августа 2012 года добрая часть служебных помещений на три четверти пустовала, в том числе и в отделе криминальных расследований, куда ее регулярно отправляли. Среди текущих дел ничего крупного не наблюдалось. Температура держалась адская, в начале следующей недели. Несмотря на безоблачное небо, синоптики предвещали грозы. Ее сослуживцы дружно покинули земли севера и совершенно правильно сделали. Была пятница, и ее собственный отпуск начинался ровно через неделю. Она предполагала провести 15 дней у своих родителей, устроившихся в верхних перенеях, рядом с ржелесом. В намеченной ею программе значилось солнце, немного пеших прогулок и чтение. Ей требовалось отвлечься от бесплодных поисков в газетах, поэтому она и ждала этого момента с таким нетерпением. А пока Камиль устроилась поудобнее за компьютером и решила поработать над лекцией, которую ей предстояло прочитать через два месяца студентом факультета криминологии и криминалистических наук университета Лиль-2. Речь шла о том, чтобы воспроизвести здесь, возможно, в спортзале, сцену преступления с манекеном и объяснить им, что должен делать при обнаружении тела техник-криминалист. Казалось бы, пустяк, но это требовало немалой подготовки. К тому же, говорить перед группой из десяти, а то и больше человек, в этом она была не слишком сильна. Задумавшись, Камиль безотчетно теребила купленные сегодня утром сигареты «Мальборо Лайт», пятнадцать штук в пачке. «Эй, Камиль Тибо, только не говори мне, что собираешься начать курить в тридцать два года», сказал мужской голос. Камиль сунула сигареты в карман форменных темно-синих брюк. Перед ней стоял здоровяк, лет сорока, в рубашке пола. Кукольная голова на теле греческой статуи, коротко остриженные белокурые волосы. Вместе с Борисом они проработали уже больше восьми лет. Он в качестве офицера судебной полиции в исследовательском отделе, расположенном в здании напротив. «Камиль, как техник-криминалист». «Странные вещи творятся», — отозвалась она. «Никогда в жизни не курила. И вдруг сегодня утром захотелось купить пачку, причем именно этой марки, и именно с таким количеством сигарет. Вот я и не устояла. Бред какой-то. Лишено всякого смысла». Ее глаза уставились в пространство. Лейтенант Левак понял, что коллега снова провела гнусную ночь. Конечно, тут наверняка сыграла свою роль и удушающая жара этого знойного лета. Но, в конце концов, это всего лишь погода. А лицо Камиль осунулось явно из-за какой-то тревоги. «У тебя измученный вид. Опять тот кошмар приснился». Ему же случалось говорить об этом как-то вечером. Камиль крайне редко распространялась о своей личной жизни, ровной и однообразной, как море в стиль. Но ей хотелось избавиться от ночных мучений. «Да, шестой раз. В точности тот же сценарий. Понятия не имею, ниоткуда берется, ни что означает. Но эта женщина в моем сне обращается ко мне. Хочет, чтобы я пришла к ней на помощь». Камиль было достаточно опустить веки, чтобы опять увидеть во всех подробностях эту женщину. Лет двадцати. Ногую, свернувшуюся клубком в каком-то темном месте, быть может, в подвале или пещере. Она дрожала. Ей было холодно и страшно. Ее черные глаза словно впивались в Камиль, глядевшую на нее в своем сне, будто сторонняя наблюдательница, бессильная что-либо изменить. Словно ее похитили и где-то удерживают. Она запугана. Самое удивительное — это отчетливость сна. Я его помню вплоть до мельчайших деталей. Похоже на настоящее воспоминание. На что-то даже не знаю. На что-то, что я в самом деле видела или пережила. Невероятно. Похоже, так и есть. Ты же меня знаешь. Я буду последний, кто поверит во всякое такое, во всю эту чушь насчет ясновидения, предчувствий или чего там еще. Самое потрясающее в том, что оно идет изнутри меня. Быть может, мне надо покопаться, поискать что-нибудь по этой теме или увидеться с кем-нибудь, чтобы избавиться от своего сна. Не знаю. В последние недели Борис чувствовал, что Камиль потеряла уверенность в себе. Перенеся тяжелую хирургическую операцию, молодая женщина словно скользила вниз по длинному склону. Часто погружалась в свои мысли, становилась нервной, раздражительной, на грани срыва. И об этом явно свидетельствовало то, что она упрямо собирала со всей Франции и из соседних стран газеты, вышедшие за неделю до ее операции. Она изучала их даже на рабочем месте, что уже стоило ей нескольких неприятных замечаний со стороны коллег и начальства. «Тебя все еще мучает дело о релико-рези», сказал он спокойно. «Чтобы забыть все увиденное, понадобится время. Наверное, твои кошмары и есть средства, чтобы избавить тебя от этих воспоминаний». «Дело о релико-рези». Именно Камиль тогда, в начале лета, открыла багажник машины, ограждая место преступления пластиковой лентой. Какой-то парень всадил себе пулю в голову на лесной тропинке. Все сочли это просто самоубийством, но оказалось, что депрессивный тип сначала потрудился выпустить кровь из своей восьмилетней дочурки, тело которой она и обнаружила в багажнике. Плохо закончившаяся история развода. Хотя Камиль привыкла к виду трупов, больше пятисот с начала карьеры и не всегда в лучшем виде, «Но дети». Этого она совершенно не выносила и всегда старалась договориться, чтобы ее кто-нибудь подменил. Психолог наверняка сказал бы, что эта подсознательная блокировка связана с ее собственным детством, со страхом смерти, который преследует ее с ранних лет. «Нет ничего общего», сказала она. «Этот кошмар, что-то совсем другое». Женщине из моего сна лет двадцать, а Орели было всего восемь. И у той незнакомки очень характерная внешность, она похожа на цыганку. Маленькая Орели тоже выглядела довольно цыганистой. И к тому же в пепельнице отцовской машины нашли окурки, и на пассажирском сиденье валялась пачка сигарет. Надо было проверить, может, тоже Мальборо Лайт. Пятнадцать штук в пачке. Как там тот психоаналитик говорил, что сны всего лишь символы, верно? Он бы тебе сказал, что на самом деле ребенок во сне может появиться и в виде женщины. Не знаю. Может, ты и прав. Поднимаясь из-за стола, она прихватила большую сумку, содержащую все необходимое для работы на месте преступления. Предполагаю, что ты заглянул не просто поболтать о таком хорошем утре. Что там у нас? Убийство. Твой босс уже предупрежден. А ты как? Готова? Честно говоря, не совсем. Но выбора нет. Никогда не следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok